приветствую коллеги ассаламу алейкум мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как сравнивать директории ну и файлы в линуксе вот такая вот интересная и важная тема если вы на месте если вы готовы проверка связи мими мими напишите плюс в чат или в комментарии ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет сидиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать на ваша задача за мной все повторить как и результат у вас появятся вот те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемую лучшему поэтому коллеги присоединяйтесь и так что вам нужно сегодня для того чтобы у вас получился сегодняшний мастер-класс ну первый важный момент коллеги это вам понадобится linux ну вот у меня есть убунта принципе подойдет любой linux главное чтобы вас был доступ к консоли и второй важный момент это вам понадобится статья из нашего блога фактически статья это текстовая версия вот этого видео таким образом не нужно будет всматриваться в видео вдруг там плохое качество ничего не видно поэтому переходите по ссылке ссылку вы найдете в описании под видео в комментарии в чате и соответственно вот в статье все хорошо видно можно банально сделать control c control v и у вас таким образом гарантированно все получится итак поехали дальше следующий важный момент какие же есть инструменты в linux для того чтобы можно было сравнивать каталоги директории и файлы ну вот самый такой наверное популярный инструмент этого утилита див команда див я кстати вы уже вот по моему на одном из прошлых мастер-классов показывал как можно сравнивать файлы с помощью хэда или тейла даже да вот такое можно делать то есть на самом деле сравнивать можно по-разному но есть специализированный инструмент такой как див ну или вариант номер два это если вас гуи если вас linux гуи с графическим интерфейсом вот как у меня то еще можно пользоваться таким инструментом как мэлт вот давайте познакомимся сегодня с этими инструментами сравним посмотрим как это дело все происходит ну и как результат вы научитесь сравнивать директории и файлы в линуксе начнем с утилиты див значит то что важно пишем див дальше могут быть различные опции ну а дальше через пробел вы пишете файлы которые нужно сравнить ну или директории что важно то что да напоминаю о том что нужно нужно читать help соответственно это man див поэтому коллеги как бы не ленитесь учитесь читать здесь все вот ключи есть вот вот мы будем например пользоваться ключом минус q который будет просто показывать что файлы разные но если надо заглянуть то этот ключ лучше убрать тогда будет видно чем конкретно файлы отличается но одним словом почитайте man здесь это достаточно таки детально все рассказано не ленитесь вот ну а мы дальше да будем это дело все выполнять и так как же сравнивать директории в линуксе с помощью дефа для этого пишем деф дальше пишем опцию минус q которая будет просто говорит что файлы разные не будет расписывать и где детально разные но а дальше указываем директории которые нам нужно сравнить и так у меня вот первая директория это етк пускай будет а вторая директория это будет у меня есть такая папочка у меня old это бкап со старого ноутбука и таким образом я хочу сравнить две директории и тк новую которая вот сейчас у меня в моему в моем линуксе и старую и тк которая сделана резервна копия итак я нажимаю enter и соответственно вот мы увидели сразу чем это дело все отличается да то есть значит значит он ли in видно да то есть вот 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 где там где там какие у нас есть вот различия да то есть вот пожалуйста все это дело видно вот и таким образом вы можете сразу это дело оценить да если список разницы достаточно таки большой то я вам рекомендую поставить пробел нажать вертикальный слэш и написать вас таким образом вы перенаправить и все в пейджер пейджер до программа которая постранично выводит контента вот лс конкретно и дальше вы можете здесь вот листать и уже сравнивать где же там у вас разница да то есть что у вас там разное чего не разное вот таким вот образом понятно то есть идея на самом деле очень простая вот и можно таким вот образом это дело все выполнять значит а обратите внимание что могут каким-то папкам у вас может быть отказано в доступе это связано с тем что с тем что судо да то есть 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 файлы которые там вот всякие там ключи шифрования например или там Файл ПВД там да то есть как бы то есть обратите на это внимание если надо сравнивать что-то где должен быть доступ рута то соответственно нужно запускать из суда вот такой вот вариант дальше еще одна интересная опция это минус R это соответственно рекурсивное сравнение да то есть вы сравните не просто две папки а и вложенные файлы которые и папки директории которые есть в этих самых файлах. Итак ну что давайте мы это тоже дело все с вами подправим и так qr вот две директории дальше понятно что у меня сравнение будет достаточно таки большой поэтому ставлю вертикальный слэш и все это дело перенаправлю в лес и вот здесь вот уже смотрите сразу вот что тут разное да то есть соответственно вот давайте смотреть only in там да то есть вот пожалуйста сразу видно где у меня разные вот поэтому сразу можно это дело и как говорится посмотреть да то есть вот такая вот интересная штука вот файлы ст.д. д. 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 то есть вот пожалуйста файлы разные там да соответственно вы можете сразу понять что у вас там разного что не разного все это дело вот таким вот образом значит посмотреть. посмотреть да кстати если вы уже перенаправили в лес то в лесе вы помните работает поиск для этого ставим вертикальный слэш и пишем хост с и вот я найду собственно файл хост с и вот пожалуйста вот он у меня здесь какие-то там файлы хост с и разные есть и таким образом я это дело все могу посмотреть. вот видите файлы 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 div дальше указываем путь к одному файлу и т.к. хост с пробел указан путь к другому файлу л.д. и т.к. хост с вот таким вот образом и соответственно нажимаю enter ну я вижу где у меня разница да то есть файле old и т.к. хост с у меня присутствуют вот такие вот вот строчки до которых нету в файле и т.к. хост с и так давайте теперь вручную это дело все посмотрим чем же разница смотреть буду с помощью хэда да хэд и т.к. хост с пробел и т.к. холода и т.к. хост с да вот таким вот образом и так давайте развернем и посмотрим таким образом вот у меня высвечивается так плохо высвечивается да значит вот у меня высвечивается вверху значит так вверху у меня файл и т.к. хост с вот а внизу ну ну старый файл до старый файл вот он ну и мы видим что здесь появились у меня вот вот такая вот строчки три строчки у меня здесь появились собственно нам give об этом и сказал да то есть вот пожалуйста что есть вот такие вот строчки вот в чем разница старого файла и нового таким образом коллеги сложно нет не сложно просто нужно вот так вот все это дело делать и соответственно все это дело у вас получится дальше я наверняка знаю что вот там вот это видео прям сейчас смотрят ребята которые с консулью не очень дружат соответственно сразу 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 возникает отторжение как же так ничего не видно все черно-белое можно ли как-то это дело сравнивать с помощью графического интерфейса до коллеги можно сравнивать с помощью графического интерфейса для этого есть такой такая утилита такой инструмент который называется melt тоже весьма удобно соответственно melt по умолчанию не стоит его необходимо установить здесь статье есть различные варианты установки под различные операционные системы но у меня у бунта этом я делаю суда апт стал молоды и так нажимаем enter ввожу пароль нажимаю еще раз enter и дальше у меня выполняется установка здесь езда будут установлены какие-то там библиотеки ну и собственно сама программа так 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 ман страница даже ставится так все достаточно таки шустро-быстро и так все установилась у меня ну и теперь осталось запустить эту самую утилиту и так запускаем dash пишем и л.д. вот вот моя утилита melt а дальше нам нужно здесь уже выполнить сравнение кстати обратите внимание то что здесь есть вот такие вот вкладки вас сравнение может быть достаточно много да то есть вот вот вкладки можно такие создавать да вот в этом обратите на это тоже внимание да то есть вот вот такие вот моменты и так но начнем мы с со сравнений директорий да как обычно соответственно дарикторе комперейшн соответственно выбираем здесь одну то что я буду сравнивать это у меня значит он за локейшн компьютер так и т.к. и т.к. с этой стороны выбираю я выбираю свой старый старую резервную копию моего ноутбука так old 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 и т.к. здесь выбираю open так ну и дальше нажимаю компе компе и соответственно вот пожалуйста сравнение произошло вот вот да и соответственно здесь уже понятно дело красивее кто бы что не говорил что как бы все это дело можно в консоли вот с графикой в как бы там повеселее скажем тогда то есть вы видите новые файлы вот вот пожалуйста есть файлы которых уже нету там до новые старые вот вот что там удалилась что-то есть что одинаково то одинаково что там что здесь да а так по цветам разница разница того что разные пожалуйста тоже здесь вот апдейты xor вот они тут присутствуют дам то есть вот такая вот интересная штука ну чё здорово да то есть можно здесь вот так вот это дело все сравнивать и смотреть коллеги да поэтому обратите внимание утилита весьма весьма хорошая бы так сказал все это дело видите можно достаточно таки легко вот даже анализировать удобно-удобно я так скажу дальше когда вы это дело все вот так вот сравнили вы можете переходить уже дальше к к сравнению файлов если вот разобрались где там чё разница в директориях то соответственно можно уже попробовать сравнивать файлы тоже есть такой вот вариант так значит я хотел показать так хост с так 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 получится мне найти этот хост с их в хост 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 coros name cost c вот он один хост с вот другой да соответственно компео компео и вот пожалуйста я нажал сравнить теперь уже файлы обратите внимание файлы здесь сравнивается намного удобней скажем так да то есть вот у меня новый файл справа старый да сейчас Соответственно, вот здесь вот появилась такая вот зелененькая штучка, полосочка, да, и здесь конкретно написано в чем же разница, да, то есть добавилась вот такая вот строка 1, 1, 1, 1, 1, и таким образом все это делать тоже все видно. Кстати, что еще важного в Meldy, то что мне здесь нравится, вот если вы детально посмотрите на низ, вот здесь вот внизу, вы можете менять кодировки, это офигенно важно, потому что не всегда вы так вот сравниваете там скажем английские какие-то кодировки, да, вот, ну статистика показывается, да, вот тоже кодировки посмотрите, тоже весьма удобно, то есть вы можете сравнивать все это дело даже по сути перекодировки. Кодировать что ли или как-то так вот, вот, поэтому тоже весьма удобно. Таким образом, коллеги, Melt, одна из самых таких вот лучших утилит, которая позволяет это дело всем сравнивать, да, то есть вот, пожалуйста, сравнил уже файлы. Вот такая вот стратегия, то есть если надо найти в чем разница между компьютерами там, да, или там бэкапами, то вот тоже такой вариант подходит. Да, есть другие варианты, я еще показывал на одном из мастер-классов по DevOps, показывал вам утилиту Git, соответственно, это система контроля версий, там есть тоже команда GitDiv, которая тоже позволяет сравнивать файлы, да, то есть вот как на самом деле лучше. Ну вот я вам рекомендую, если у вас там вот настройки сервера, как у меня там, да, или вот ноутбука, компьютера, соответственно, загоняйте все в Git, загоняйте все в Git, там на GitHub, например, или на GitLab. Ну а дальше там это дело все намного легче сравнивается, чем вот так вот с файлами, дифами, оно не всегда хорошо высвечивается там, вот все-таки Git, он намного лучше, скажем так, проработан. Но вот Melt вполне тоже можно пользоваться и тоже результаты вполне, скажем так, адекватные и вот все достаточно таки хорошо. Итак, коллеги, напишите цифру 1, если у вас все получилось, как у меня, вот если у вас все вышло, как у меня, цифра 1, вот это означает, что вы супер-пупер молодец. Ну а если для вас сегодняшний мастер-класс был полезен, интересный, пожалуйста, поставьте лайк, нравлик, вподобайку, ну или просто палец вверх. А если для вас интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, DevOps, DevNet, коллеги, я вас приглашаю к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания. Вот так вот в формате Learning by Doing я делаю, вы за мной повторяете и у вас все железобетонно получается. На выходе вы получите международные сертификаты и, что важно, мы помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому подавайте заявки, присоединяйтесь к нашему движению, развивайтесь, ну и будем двигаться вперед. А на этом все. Ассалам алейкум. Мир дому вашему. Берегите себя и своих близких, нестите тяготы друг друга. Помните, что сила в единстве. Поэтому, коллеги, если что-либо не получается, то пишите комментарии под видео, пишите на почту, пишите в мой личный WhatsApp. Все, что в наших силах, вся наша команда будет вам помогать. На этом все. До свидания. Продолжение следует...